Современные молодые люди живут во власти сложившихся стереотипов, согласно которым представители рабочих профессий получают низкую зарплату. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся в том, что же такое рабочая специальность и есть ли перспективы развития у людей, которые выбирают нелегкий труд обычного рабочего. В нашем городе на базе бывшего ПТУ имени Петра Лаврова открыт филиал Волховского алюминиевого колледжа. В учреждении обучают по профессиям повар, слесарь по ремонту автомобилей с двухгодичным обучением без среднего образования, а в этом году идет наборное обучение по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и сварщик. Иногородним студентам и детям-сиротам предоставляется общежитие и трехразовое питание, и все это бесплатно. Многодетным и малообеспеченным семьям предоставляются льготы на питание. Сегодня профессия автомеханик востребована на сервисных предприятиях по ремонту автомобилей. И даже несмотря на то, что на рынке труда множество самоучек, без обучения на автомеханика специалистом не стать. Обучиться на автомеханика стоит и потому, что работодатели выдвигают следующие критерии оценки специалиста. Это наличие диплома об окончании обучения, присвоенная квалификационная категория и опыт работы. Все эти показатели можно получить, если пройти обучение по профессии автомеханик. Филиал у нас существует Волховского алюминиевого колледжа практически уже 5 лет. Готовим рабочие профессии по специальностям повар, слесарь по ремонту автомобилей. Эти профессии у нас уже закрыты, набраны, контингент набран. В связи с изменениями федеральных стандартов, с этого года автомеханик специальность, она переименована в мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. И вторая специальность у нас, она возобновляется, раньше готовили, это сварщик ручной сварки, механизированной. Учебный процесс ведется, как он состоит из двух, из трех моментов, теоретическое обучение, практическое обучение и работа на предприятиях. Мы находимся сейчас с вами в кабинете по устройству автомобилей, где готовим спецпредметы, обучаем спецпредметам мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. Перед вами есть все экспонаты, включая легковые, грузовые автомобили, то есть наградные пособия, которые можно потрогать, что они представляют собой. Здесь практически спецпредметы и теоретический цикл в этом кабинете. Обучение по специальности «Автомеханник» даст основы диагностики и ремонта автомобилей, которые проведут мастера, опираясь на личный опыт. Обучение – это не только теоретическое изучение устройства автомобиля, но и практические знания, приобретенные в процессе обучения, а это залог дальнейшего профессионального роста автомеханика. Обучение по специальности «Автомеханник» предполагает, что гражданин, получивший диплом, приобрел ряд знаний и навыков. А если говорить общими словами, то «Автомеханник» научился разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. Специалист знает технологию диагностики и методы ремонта автомобиля. Он умеет работать с ремонтным и диагностическим оборудованием. Обучение по специальности «Автомеханник» в любом заведении дает гарантию обучения вождению и управлению автомобилем. Здесь, я уже говорил, мастера по ремонту и обслуживанию автомобиля получают дополнительные права на управление автомобилем. Мы находимся в кабинете ПДД, где происходит теоретическое обучение. То есть по правилам здания сдают экзамены, сразу с регистрацией в компьютерную сеть, это в глобальное выходит. И после получения вот этого школьного экзамена, получают документ, свидетельство. А дальше же дают правила в ГАИ на права. То есть это дополнительная профессия. То есть это большой стимул. Бесплатно, тем более, если обучаться. Курсы ничего, по бюджетному, кто зачисляется в эти группы. Категорию, ну есть в классификации B и C, но там уже решается в течение набора обучения, потом уже составляется конкретно выбор под программу или C, или B, или B и C входить. То есть, в принципе, вариант может быть такой вот этот. Если раньше у автомехаников было только C, вот сейчас здесь изменим стандарты, там B и C, ну на выборное усмотрение выходить. Также согласование по набору идет. Это уточняющие вопросы со всеми, согласование всех вопросов. Окончив обучение по специальности автомеханик, обладатель диплома умеет проводить полное диагностирование состояния автомобиля, выполнять техническое обслуживание машины, устранять все возможные неполадки в механизме транспорта, регулировать сбалансированную работу узлов и механизмов и тюнинг автомобиля, который усовершенствует авто так, чтобы он стал родным для владельца. Здесь мы находимся сейчас в мастерской по обслуживанию автомобиля. Здесь имеется оборудование, которое позволяет производить практические работы по обслуживанию, начиная от чистки, мойки автомобиля, регулировки флаг, развал схождения, работа с аккумулятора, есть шиномонтажный станок, есть станок блокировки колес выходить. То есть практически ходовые части подержания автомобиля в техническом состоянии. Кроме этого, у нас на этаже, здесь, в мастерске, имеется мастерская по ремонту и разборке автомобиля, где имеются в качестве тренажеров учебные автомобили, грузовые и легковые. То есть в них ребята во время уроков производственного обучения разбирают на отдельные узлы, в которые затем производят ремонт выходить-то его и на браку, и в борт, то есть монтаж автомобиля в целом. Обучиться на автомеханика – это приобрести определенные навыки в своем профиле, которые станут гарантией дальнейшего профессионального мастерства, а это значит открыть для себя новые горизонты в трудовой биографии, стать хорошим специалистом с широким кругом заказчиков. Профессия сварщик – это специалист по металлу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи сварки. В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребованных в строительной сфере. В условиях нехватки рабочего персонала эти специалисты на особом счету, потому что сварочные работы требуются почти на каждом производстве, а молодых мастеров очень мало. От профессионального сварщика зависит качество работы и сварочных швов. Во время работы сварщиком очень важно соблюдать меры безопасности и для защиты лица и глаз использовать специальные маски с затемненным стеклом. Такая маска существенно подавляет яркость пламени и искр. С этого года, с 2018-го, в соответствии с оригинальным заказом губернатора, мы возобновляем подготовку рабочих по профессии сварщик – ручной и частичной механизмной сварки. Мы в данный момент находимся в лаборатории, где производится теоретическое обучение ребятами. Здесь вот перед вами имеется в тём модирование прибыли, которое новое и современное, стоят тренажёры по всем видам сварки. И, кроме этого, на этаже у нас имеется чисто мастерская для сварщиков на 15 кабин для ручной сварки, которая сейчас находится в стадии ремонта, модернизации выходить. Но там практически на 15 рабочих мест, где будет практическое обучение сварщика по ручной сварке. Есть полуавтоматы в среде углекислого газа, аргоном, точечная сварка, БИМАКС – это сварка аппарат по наргонам. Он наргоновая, да, выходить. Это практически из существующих в данный момент. И вот по нашему региону, как я знаю, все виды тренажёры, которые у нас находятся в наличии, они есть. Но, может быть, специализированные предприятия, там что-то более современное есть. Но вот на данный момент то, что имеем, имеем выходить. Но если человек захочет обучиться, он и дальше совершенствуется будет сам. Азы или основы он может получить здесь, на 100%. На современном рынке труда наблюдается огромный дефицит людей в совершенстве владеющими рабочими специальностями. Главная проблема – это не отсутствие рабочих рук как таковых, а отсутствие квалифицированных сотрудников и рабочих. Поэтому работодатели сегодня выбирают специалистов, способных планово выполнять необходимую работу, которые осознанно выбрали рабочую профессию. И стремятся к самосовершенствованию, хотят и умеют работать, не боятся сложностей и новых технологий. Такому специалисту на российских предприятиях уже сейчас готовы предложить высокую зарплату и целый ряд социальных льгот. Можно смело сказать, что рабочие будущего – это востребованные и перспективные, высококвалифицированные специалисты, способные как выполнять рутинную и механическую работу, так и проявлять задатки инженера и изобретателя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!